Сергей, привет, привет, привет. Слышно нас? Привет. Привет. Да. Только что с Пиандковским мы обсуждали момент, что у Путина остается последние 2-3 недели до начала мая. И поскольку Харьков он не возьмет, это 100%, ему есть смысл с мавзолея спускаться прямо в мавзолей. В Кремль можно не возвращаться. То есть можно просто ложиться вместо Ленина, потому что вряд ли Генштаб в поиске виноватых назначит виноватым себя, российской армии. Слышно? Да, да, да. Вот, собственно, я задал вопрос. Кто будет назначен виноватым за явный прокол, потому что понятно, что сколько бы нам не рассказывали, что все идет по плану, понятно, что все пошло к чертовой матери. Вот кто будет назначен виноватым и вместо 9 мая вот что? Как они будут из этого выходить? Ну, моя жизнь сложилась таким образом, что я когда был 7 лет премьер-министром Крыма и 4 года губернатором Севастополя, я с Путиным встречался раз 10 или 15, даже разговаривал в присутствии президента Леонида Даниловича и так далее. Я, скажем так, этого человека немного изучил и знаю. В Мавзолею он спускаться не будет, поверьте. Головы отрывать будет. Кому будет отрывать головы? Ну, как Суркову оторвали за переговоры, когда Зеленский стал президентом, помните, в Париже, так и два сердечных приступа у Герасима и Шойгу, это все не просто так. И под домашний арест офицеры разведки и прочие, да, вы представляете, сколько они десятков миллиардов потратили долларов на то, чтобы УПЗЖ создать, агентуру посадить, на то, чтобы телеканалы финансировать, вербовать людей. И как его убедили все те, кто этим занимался, о том, что русскоговорящий Харьков с цветами встретит, там Херсон, Мелитополь, Мариуполь, там нас везде встретят, да и в Киеве, как бы там сидит Зеленский с горсткой, там каких-то нациков, как они говорят, и Украина сдастся за три дня, а уже скоро 43 дня. И, по сути дела, ни одной победы, мне недавно вот из Крыма сообщение пришло, что там Северный Крым, все больницы завалены ранеными, а в Джанкои открыли передвижной крематорий, сжигают трупы своих солдат. Поэтому я не верю в то, что кто-то спустится в Мавзолей, нет, будет жесткое отрывание голов, но им, как в той песне, любой ценой нужна победа, одна на всех. Поэтому вот, на мой взгляд, Мариуполь для них это просто, они его уже почти практически стерли с лица земли, но вот Мариуполь они хотят взять, плюс Мариуполь, Бердянский, Херсон, Каховка, то есть вот этот сухопутный коридор, Крым-Донбасс, где удобно войска перебрасывать, где отсечь можно полностью Украину от Азовского моря, а если бы удалось взять Николаев и Одессу, то вообще лишить портов и выхода к Черному Азовскому морям. Я думаю, что сейчас, судя по тому, как они перебрасывают войска в южном направлении и ведут боевые действия, у них остается главный, Киев они взять не смогли, задача это сухопутный коридор и отсечение Украины от морских портов. Хорошо, значит, утверждение того, что все идет по плану, ну, понятно, это все смехотворно, неужели не предполагали, вот в генштабе российской армии, неужели не понимали, что будет происходить в Буче, в Бородянке, они сознательно шли на то, что весь мир ужаснется и увидит этот кошмар. То есть, почему это произошло? Им было пофиг, они сами были не готовы. Или, вот как, ну, ведь в Кремле должны понимать, какую реакцию это вызовет во всем мире. Вот это варварство их, вот этих вот орков, которые пришли сюда. Ну, не мог не предполагать, там, Лавров, там, ну, и все остальные, какая будет реакция. Они сознательно это сделали? Или это случайно? Ты понимаешь, это война, война вообще каких-то маразматических действий со стороны российской армии, да? Потому что, ты возьми тоже Чернобаевку, ну, что должно происходить с головой генералов и генштаба, если их пятнадцатый раз уничтожают, а они, как мухи на дерьмо или как-то пчелы на соты, да, туда все равно лезут. То есть, что должно быть с головой у людей, да, у военных, которых вот мочат в сортире каждый день, а они все равно, да, вот я не могу найти ответ на этот вопрос. Или вот это безумие, которое они сотворили в Буче, в Гастомеле, в Ирпене. У меня, кстати, сестра в Ирпене живет, и мы за два дня успели забрать ее из подвала с племянницей, и через два дня дом разбомбили, пятиэтажный полностью, и погибли там семь мужчин, которые остались, как бы, охранять, там, квартир пятьдесят было, все. Но я еще мог бы как-то понять, если бы там, в основном, там, чеченцы, знаешь, там, кавказцы, они такие кровожадные товарищи вели, но когда, скажем, христиане, да, там, православные люди, казалось бы, там, с Хабаровского края, что-то, это вообще безумие, да, это до какой степени надо было зомбировать этих людей, людей, если летчики говорят, что я видел, что я должен бомбить роддома, там, или театры, или больницы, я бомбил, а теперь вот меня сбили, простите, да, как бы, что произошло с нацией, с народом, что произошло, это еще предмет исследования, насколько зомбоящик их за 22 года отморозил, что они, ну, такие варварства, или вот этого мальчика, которого вчера нашли, да, красавчика, там, 4 года, застрелить ребенка, да даже если бы ребенок там подошел и сказал, я там, слава Украине, там, пошли вы нахрен, да, ну, ну, любой украинский солдат, если бы он там был, да, сказал бы, иди, пацан, нахер отсюда, да, а тут просто застрелить, я, Серега, тебе скажу, даже в Афгане, чтобы ты понимал, я вот сравниваю, я, у меня 20 человек было, я замком взвода был, мы стояли 30 километров от своих, вокруг нас были одни душманы, но ко мне пришли старики, то есть уничтожить меня могли за полчаса, каждую ночь нас обстреливали, там, собрались старики, там, речка Кабул маленькая течет, пришли, говорят, командор Сергей, 64 жара днем, нам надо по очереди этой лужей поливать виноградники, иначе мы голодные останемся, можно мы ночью с фонариками будем поливать виноградники, пшеницу, разреши, пожалуйста, не стреляйте в нас, а там по 15 детей в семье, и мы, во-первых, отдавали последний сухпай детям, а во-вторых, я дал слово старикам, и они два или три месяца поливали виноградники, я сказал, если только в сторону моего БМП раздадутся очереди, вам капец, так ты не поверишь, они за вот это человеческое отношение, да, за то, что мы детей кормили, и им помогали, они присылали ко мне трижды, МУЛА присылал ко мне за три месяца, три раза ночью детей семилетних, и те говорили, командор Сергей, вот там пришел душман, тебя стреляй, стреляй в него, они не хорошие люди, а вы к нам относитесь как к людям, ну, даже вот понимаешь, такой пример, то есть на войне можно быть сволочью, негодяем, а можно быть человеком, и разделять того, кто тебя убивает, и того, тот, кто там живет, вот что произошло с 140 миллионами россиян за 22 года, это для меня секрет, это я думаю, что коронавирус отдыхает, я не знаю, какую инфекцию им в башку занесли, что они такие зверства просто нечеловеческие совершают. Смотри, по поводу отбитости мозгов, мы тут обсуждали сегодня, мне это гость подсказал, этот момент, когда вот эти вот чеченцы, которые стали пиариться, выкладывать в инстаграме, что они раздают гуманитарку, вот они раздают гуманитарку, вот они где-то там кого-то пригнали, и поставили, все просто офигели от того, что они раздавали муку, на которой было написано борошно, то есть получается, ну, получается абсурд, они пришли, ограбили людей, это все равно, что ограбили, вот пришли там, ограбили твою квартиру, позабирали у тебя вещи, еду, мебель, а потом взяли ограбленное, украденное у тебя, и дают тебе в виде гуманитарной помощи, то есть, ну, ну, какими надо быть все-таки тупыми скотами, чтобы украинскую муку с надписью «борошно» по-украински, вот пытаться выдать на камеру за гуманитарку, ну, это, 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 это не просто орки, это, это уже не люди, потому что, ну, как, ну, написано «борошно», ну, ну, я не знаю, может быть, кто-то, там, про фотошоп слышал, я не знаю, может быть, как-то что-то другое, как-то развернуть, ну, вот, ну, ну, это запредельная тупость, мерзость, и, ну, ну, как это может быть, «борошно»? Ну, вот смотри, я тебе, Сей, ну, ты вспомни, вот до 14-го года, до войны, да, бывая там в Турции, Египте где-то, услышишь жесткую речь, радуешься, ну, там, да, понимают там тебя и так далее, а после 14-го года я стал ловить себя на мысли, что, когда ты слушаешь, слышишь эту речь, то у тебя, особенно от россиян, и видишь их поведение, и видишь поведение украинцев, видишь, что украинцы люди, европеизированная нация, да, более современные, начиная от одежды, заканчивая культурой поведения, и когда все через еб твою мать рядом с детьми, там, плавают в бассейне из бухлоп, бьют, бьют, там, бутылки водки об голову и так далее, то ты понимаешь разницу в культуре, и так далее, поэтому, смотри, сколько, вот, где уходили, а где, где бежали, где уходили, сколько, друзей мне там рассказывали, что идет колонна, они валят, скажем, там, в Россию, и на бронетранспортерах, там, на танках, там, телевизоры, холодильники, велосипеды, то есть, грабеж, да, такой примитивный, и они, радиоперехват послушай, да, там, он там говорит, жене, слышишь, там, мы миллионов на 40, у нас с тобой будет, я тут в еврейский дом попал, там, золото куча, телевизоры, там, туда-сюда, она говорит, а евреями там не воняет, там, да, значит, ты привези, ты же выживи, понимаешь, я вот это, вот, все это наблюдаю, слушаю, я думаю, блин, каким, какой вирус занесли этим людям в башку, чтобы они вообще так себя вели, понимаешь, начиная от мародерства, то есть, ничего удивительного нет в том, что они муку там раздают украинцу, да, украинцы, а сколько они там, мне один доктор рассказывал той же пене, там, они же там 80-90 девчат, женщин там согнали от 15 до 50 лет, и там насиловали их, там, издевались, там, уши отрезали, там, что только они делали, понимаете, этот хирург, который потом операции делал женщинам, он постарел лет на 15, то есть, мы все, видя, да, понимая, что война это плохо, но никто не ожидал, что россияне вообще превратятся просто в уродов и зверей, я тоже не ожидал, такого, честно говоря, не ожидал, это безумие, и бог на свете есть, бог, говорят, не фраер, а шельму медит, поэтому это, не знаю, точно, точно, что какой-то вирус типа ковида в башку миллионам людей влетел, и что они превратились вообще-то в зверей. Я бы тут вспомнил Нобелевского лауреата, великого русского писателя, я бы даже сказал, мирового уровня писателя, куда-то у нас пропал Куницын, ребята, что-то надо делать, надо вернуть Куницына, вот, как-то всеми усилиями, пожалуйста, перезвоните, а то я тут начал, понимаете, собрался цитировать Бунина, а Куницын куда-то вот делся, верните нам, пожалуйста, Куницына, потому что Бунина уже вернуть, собственно, не получится, да, так что, в принципе, там, где Жириновский сейчас встретился с Кобзоном, ну, кстати, встреча Жириновского с Кобзоном, это отдельная тема, надо будет, кстати, ее обговорить с Куницыным. Жирик, так себе я пишу, Жирик, вот Жирик, хотя навякался, сказал, что 22-й год будет немирным, вот, дескать, говорит, война будет, назвал практически точную дату, вот, даже жалко, что не увидел, как обгадился Путин и этот имперский кремлевский режим. Честно говоря, смотрю я на то, что-таки Жириновский, вот, очень бы хотелось, чтобы его ЛДПР-очные рога пообломала действительность, вот, как-то вот он не увидел минут, не дожил до этого позора, не дожил до этой мерзости, которую все-таки заслуженное наказание, вот, как-то вот не настигло, не настигло героя, ну, хотя, как говорил один персонаж, говорит, в фильме, говорит, смерть – это достаточно большая неприятность. Друзья, мы ждем, а? Е, Е, есть, сделаю все знову, давайте. Да, Сергей, так вот, я начал цитировать Бунина, великого русского писателя, который когда-то сказал в прошлом веке, после переворота 17-го года, он сказал, «Господи, какое же мерзкое потомство останется после этого пьяного быдла, которое в 17-м году взяло власть?» Это сказал Нобелевский лауреат Бунин. И вот, какое же через 2-3 поколения потомство появится у этого мерзкого и пьяного быдла? Вот мы сейчас смотрим, собственно, ответ великому русскому классику, ответ этому классику показал себя в буче. То, что Бунин предсказал и как он это охарактеризовал, сбылось, можно сказать, до копейки. Но на этой неделе, наконец, склеил ласты, мерзавец высшей пробы, негодяй, подонок, ну и талантливый клоун, надо сказать, в качестве клоуна он был непревзойденным, господин Жириновский Владимир Вольфович, да, у которого мать русская, а отец юрист. В общем, автор огромного количества мемов. Вот, наконец, он, который сказал, что 22-й год будет немирный, предсказавший войну практически с точностью до дня, до двух. Вот, наконец, он уехал от нас к Кобзону. Хотелось бы от тебя услышать, так сказать, вот эпитафию на смерть подонка Жириновского. Вот что ты скажешь? Мы в последний раз, можно сказать, поговорим о Жириновском сегодня. Да ты знаешь, и сказать нечего. Ты сказал правильно, талантливый клоун. Но, что удивительно, у талантливого клоуна были стабильные 15% голосов. Все 30, там, с лишним лет, сколько он политики, да, он всегда был в Госдуме, там, в Совете Федерации, он всегда получал. То есть, его сумасшедший дебилизм и клоунаду, да, каждый шестой россиянин поддерживал. Это тоже вопрос. Поэтому, они же голосовали за него и за его бред. То есть, это тоже говорит о состоянии общества. Если они 15% постоянно за него голосовали. Ну, что можно еще сказать? Сказать нечего. Это значит, что 15% россиян рассуждают так же бредово и поддерживают весь этот бред, который нес Жириновский. А сейчас, даже там общаясь, где-то служили вместе и так далее, многие, даже не глупые люди, они звонят вместе, спрашивают. Ну, у меня там в Афгане позывной был дед, потому что я после института был, самый старший сержант полку. Ты, говорит, расскажи нам, потому что мы ни хрена до конца, ну, не понимаем то, что мы тут видим. Когда начинаешь там рассказывать, скинешь там все эти видео с убитыми женщинами, изнасилованными там детьми и с валяющимися трупами российских солдат, никому не нужных, да, гниющих по всей Украине, то люди, у которых мозги на месте, они как бы начинают понимать, что происходит. Я вот спортсменку на днях какую-то читал, олимпийскую чемпионку, которая сказала, что я, как бы у меня много друзей, и я понимаю, что своим заявлением я навсегда хороню себя в спорте, да, но я не могу быть гражданином этой страны, которая убивает и зверствует над украинцем. Да, я бы вот эту тему, которую ты затронул, продолжил бы вопросом про, совершенно поразительно, ну, на голову не налазит все, ну, когда понимаешь, сколько всего случилось, что не налазит на голову, просто берет оторопь. То есть российские солдаты, эти мрази и скоты, нашли время поубивать, помародерить, пожечь, поразрушать. Почему же друг друга постреляли, частично? На это они тоже нашли время. Загнали кучу технику в кюветы, поломали кучу собственной техники. То есть варварство оно же было и по отношению к собственности российской армии. То есть они орки, они даже имущество своей страны не берегут. Я уже не говорю про наши. Но мародерившие месяц, вот эти вот, ну, военными не назовешь, но ублюдки, не нашли свободной минуты, чтобы кемеровский ОМОН хотя бы куда-то скинуть в какую-то яму и присыпать землей. То есть своих. Вот это вот, с одной стороны, это вранье про то, что русские своих не бросают, а с другой стороны, расхреначенную колонну хемеровского ОМОНа, они даже не, ну, не то, что не прикрыли, не похоронили, они просто игнорировали. Они спокойно ходили возле гниющих трупов своих, как бы, соцслуживцев, занимаясь чем угодно. То есть они не понимали, что завтра они будут вот так же поедаемы собаками, никому не интересны. Ну, человек, который, ну, сам пришел на войну, вот он, ну, как, я не знаю, это за пределами понимания. Как это может быть? Так ты, посмотри, сколько пленных. Более 600 пленных, уже сколько поменяли. Когда такое было, чтобы взводами, ротами сдавались? Возвращаясь к тому же Афгану, я не помню, чтобы там хотя бы 5 десантников сдались в ПН «Душман». Просто не помню. А у нас вообще, если где-то солдат погиб, пока мы его не найдем, мы не имели права с гор возвращаться сутками, двое, трое, пятеро. Выкупим мы труп там за муку, не знаю, там, или просто найдем. Это просто невозможно было, чтобы мы не нашли останки или труп не вернули солдат или офицер. А здесь, когда я там в Харьков друзьям своим вулганцам звоню, они говорят, слышь, брат, ну, это капец, говорит, валяются по селам, по деревням уже вторую неделю, говорит, мы уже просто с местными людьми закапываем, потому что они начинают гнить, стоит этот вонь трупного запаха, и они нахер никому не нужны. То есть, ну, невольно вспоминается выражение Сталина, русские бабы еще нарожают, неважно, сколько их там погибнет, в Великую Отечественную войну, да, нарожают. То есть, а отношение к раненому убитому, это показатель армии. Это показатель армии. Я вот с крымским татарином, за две недели до Дембеля, мы украинца Игоря Сергеенко, 4 или 5 километров убитого после двух суток в 64-градусную жару, представляете, что там было с телом, несли по минным полям в часть троих убитых, еще по-друге одного ранили, один пропал без вести, но, в общем, и мы их принесли, то есть, невозможно было. Я тебе скажу, Серега, то, что, блин, вообще с ними всеми происходит, да, у меня впечатление, что это какая-то, не знаю, космическая зараза, или что, какой-то вирус, весь этот народ заразил, понимаешь, что они превратились в животных, просто, знаешь, это не люди, это просто не люди. И объяснений этому нет, потому что, ну, знаешь, как бы, здравому человеку, даже солдату-воину, нормальному, с какой-то честью, понятием, ну, просто, просто, просто нет объяснений. Можно понять, там, взаимоотношения к пленным, там, одних к другим, там, понятно, там, если летчика поймали, который там бомбил Харьков, то, конечно, там, ему могли 20 раз морду набить, или там, глаз выбить, но, при чем тут дети, при чем тут женщины, старики, роддома, больницы, это, это безумие. Ну, собственно говоря, меня тоже всегда удивляло, почему, вот этот вот исконно русский народ, вот, такой в своей массе, вместо того, чтобы строить, чистить, убирать, и развиваться, пытаются поломать жизнь окружающим, вот, почему-то очень часто, вот, имперское сознание обижается на то, что у соседа побелена хата, что у него что-то получается, и вместо того, чтобы научиться строить, и делать, как, ну, там, поляки, немцы, англичане, да, французы, вот эта попытка всех вокруг себя затащить вот в это дерьмо русского мира, и мне тут попались цитаты русских классиков, это, это же не Черчилль написал, вот, да, Достоевский написал о русском народе, народ, который блуждает по Европе, и ищет, что можно разрушить и уничтожить только ради развлечения, Булгаков написал, не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев, ну, простите, Булгаков, он как бы не до конца бандеровец, то есть, в принципе, он, ну, как-то не причислен к лику украинских националистов, Горький написал, наиважнейшую приметой удачи русского народа, есть его садистская жестокость, Тургеньев, ну, Тургеньев, простите, ну, русский русского писателя, я вообще не знаю, русский есть наибольший, наинаглейший лгун во всем свете, вот, вот почему сегодня, когда мир имеет достаточно ресурсов для того, чтобы есть, пить, жить, у каждого есть мобильный телефон, черт побери, вопрос выживания уже не стоит, почему вот это первобытное оскотинение, вот, появилось здесь, в центре Европы, как бы можно понять, что там в Африке, хуту и тутси, которые не умеют читать и писать, друг друга режут, вот, когда два племени, которые писать и читать не умеют, они в школу не ходили, вот, они не знают, грубо говоря, в какой-то части, что земля круглая, они не подозревают о существовании цивилизационных норм, они не слышали об этом, вот, где-то в Африке есть племена, которые не слышали, но я не понимаю, как в соответствии вот с русскими классиками, как можно, вот, остаться в этом, причем, знаешь, вот, я как переформулирую вопрос, я недавно видел статистику, статистику поддерживающих войну в Украине, вот, ты апеллируешь, что мы, там, близкого возраста люди, близкого, ну, образования, то есть мы учились в советской школе, заканчивали советские вузы, правильно, так вот, оказывается, что 55 плюс лет в России, то есть, ну, вот наш возраст и старше, поддерживают на 60 процентов войну в Украине, более 60 процентов, вот этих выросших в совке, поддерживают войну в Украине, категорически, а молодые люди, 18-25, менее 30 процентов, вот скажи, пожалуйста, как много, как долго, времени займет в России замещение, вот, отравленного совком, вот этого быдла, на какое-то вменяемое население, потому что мы четко видим, вот, по статистике, что это, это воспитанное совком поколение, сегодня, фактически, вот, оно экстраполирует то, что нам вешали в детстве коммунисты, это их влияние, это от Владимира Ильича Ленина пошло, от Сталина, то, что мы видим сейчас, а молодое поколение, 18+, молодое поколение, появилась возможность, они все объездили уже полумир, и они, в отличие от старшего поколения, как бы, да, видят мир совершенно по-другому, да, мир IT-технологий, мир iPhone, там, и так далее, остальное поколение, да, им 22 года вдалбливали, да, что произошло, на мой взгляд, вот эти, когда они победили в Чечне, и потом, вот эта шара с сумасшедшими ценами на нефть и на газ, когда они заработали триллионы долларов, да, и там победили в Южной Осетии, и так далее, все это породило вот эту гегемонию, мы великая империя, и 22 года этим людям, молодежи, там уже так мозги не промоешь, они в интернете живут, а вот вернуть, что мы гегемон, мы империя, там, мы седьмая часть земли, и мы сильнее всех, я лежал в Турции в больнице, и в Анталии долго лечился, и там, ну, украинских каналов нет, три или четыре российских, смотрел, там, фильмы какие-то, но что меня больше всего убивало, когда я каждый вечер видел талантливого актера, режиссера, Никиту Михалкова, да, который по шесть часов в день, от царя Гороха, начиная и Киевская Русь, и заканчивая 54-м там годом, значит, размазывали грязь, грязью Украину, ну, такое впечатление, что у них в стране проблем нет, а Украина живет в России, и пьет там кровь вместе с бандеровцами, из российского народа, да, то есть день и ночь, день и ночь, они просто жрут эту Украину, понимаешь, придумывая там всякий маразм, забывая о том, что Киевская Русь, когда была, то в Москве, вообще там в 1148 году, первый раз о селе Москва упоминалось, киевский князь, а киевский князь уже с тысячи с лишним лет Киевскую Русь крестил, и это все переворачивает, понимаешь, и вот эта болезнь, вот этого безумия, как будто в России больше проблем, кроме Украины, нет, понимаешь, нет никаких проблем, день и ночь, они долбят Украину, понимаешь, они, я не представляю, если бы на наших каналах, вот день и ночь, мы там разбирали по косточкам историю, там, России, обсирали их там, или еще что-то там, и так далее, кто бы по большому счету это там сильно смотрел, а там, ты понимаешь, просто тебе в башку гвоздем забивают шляпкой вниз, о том, что если на земле и были, и есть люди цивилизованные, то это россияне, а если и есть негодяи, то это украинцы, все, и вот это все, шляпкой вниз, каждый день десятилетий. Это все просто превращается в какую-то глупость, в какую-то карикатуру, я хочу закончить на том, что, потому что наше время, к сожалению, вышло, но я бы закончил на том, что вот этот пунктик, вот как у Гитлера, был пунктик, это евреи, то вот у Путина, это украинцы, то есть вот фактически он нашел себе, вот этот вот еврейский вопрос нашел Гитлер, а украинский вопрос Путин, разницы в отношении нет, то есть вот фактически это один в один, даже найти минимальные различия невозможно, вот как Гитлер обозначил евреев просто, как громоотвод для уничтожения, просто вот для зверства, предмет для зверства, точно так же, Путин нашел украинцев, ты абсолютно прав, это чисто гитлеровская модель, найти нацию, которую нужно обвинить в несуществующих грехах, и натравить вот эту мерзкую, вот эту вот первобытную жестокость, на невинную группу людей, которые ничего плохого не сделали, просто придумали это, вот высосали из пальца, спасибо большое Сергею, спасибо тебе большое, что ты сегодня был с нами, этот очень содержательный час будем обязательно звать, дорогие друзья, с вами была моя программа на канале Утро Февраля по Ярком Ньюс,